Уважаемые любители моих фотоэкспериментов, сегодня у нас будет небольшой ролик, посвященный сравнению двух объективов. Ноктилюкс светосилой 1 к 1, сделанный для пленочных камер, и Ноктилюкс светосилой начальной 0,95, сделанный уже для цифровых. Я их буду ставить на одну и ту же камеру, лейкую М10 монохром и сравнивать между собой. Сначала чуть-чуть истории. Посмотрим на книжечку, выпущенную к столетию. Что там видно? Что этот объектив возник в 1975 году, но я с ним познакомился уже через три года. И совершенствовался довольно быстро, что видно по книжкам, выпускавшихся фирмой Лейцев, по своему оборудованию довольно регулярно. Вот 78 года, 86 и 95. Из них мы узнаем, что в 95 году он достиг как раз своего, скажем так, аналогового совершенства и приобрел вот эту замечательную бленду, которая вот так выдвигается. Хорошо, широко известная. Ну и заодно стал уже после первых выпусков получил диаметр фильтра 60 миллиметров. Этим отличаются самые первые Ноктилюкс от последующих. Ну понятно, что интересно сделать самый простой кадр. Что я сделал? Черно-белый лейк и снял просто кусочек леса и сравнил между собой фрагмент елочки. Видно, что иголочки различаются. Ну интересно же сделать не только это. Интересно сделать несколько кадров в режимное время. То есть тогда, когда эти объективы сверхсветосильные работают наиболее лучшим способом. Ну я прогулялся по Москве и начал свое путешествие от метро Кропоткинская. Как вы видите, в данном случае у нас прекрасные здания, которые украшены сверху перевернутой рюмочкой. Бросивший пить прораб, украсил так здание, которому было поручено построить. Что же там видно? На цветном снимке, который я делал камерой Sony, мы видим, что антенны передаются по-разному, сильно увеличенные. Старый объектив немножко хроматит, современный намного меньше. Два здания, сделанные черно-белой лейкой, показывают, что вроде бы различий особых нет. Но если сильно приблизить рюмочку, то там по ней видно, что да, и здесь у нас разница существует в пользу современного объектива. Он порезче и поярче. Перейдем к более традиционным картинкам. Кремль в лучах заходящего солнца – это непередаваемое зрелище. Все-таки средневековый замок в центре города. Я его сфотографировал и сильно увеличил. Ну, понятно, что кресты и звезды. И по ним видно и на цветной картинке, и на черно-белой о том, что современный объектив с начальной светосилой 0,95 работает намного лучше. Разрешение явно выше. Яркость, контраст лучше. Ну, после этого я отправился, конечно, исследовать в другом световом диапазоне объекты и сделал фотографию Колумба с головой Петра Первого. Ну, это известный московский памятник, о котором нельзя было даже и мечтать в советские времена. Так вот, сделав этот снимок общий, цветной, как вы видите, я увеличил фрагментики. Как раз там, где корабль Колумба пытается протаранить Шуховскую башню. Вот в этом месте вы и видите замечательные разницы по разрешению. В черно-белом режиме эта разница еще больше, что говорит о том, что, конечно, цветной фильтр, который позволяет получать цифровые цветные изображения, сильно съедает разрешение. Ну, понятно, что останавливаться на этом нельзя. Я сделал снимок против света, храма Христа Спасителя, и увеличил фрагмент рядом стоящего крана. Тоже вполне понятно, что современный ногтелюкс 0,95 работает чуть-чуть получше. Но все равно цветная матрица, то есть с известным фильтром, она съедает разрешение. Поэтому на черно-белом снимке двух сразу вы видите увеличенный кусочек, как замечательно лейка М10 монохром передает детали. Те, которые на цветном снимке вообще не видны. Участки выделены красным прямоугольничком. Ну, понятно, что хочется тут же перейти на более точные исследования, а именно посмотреть миры. Что же оказывается? Что миры, снятые мной этими двумя объективами, на сооткрытых диафрагмах показали разницу по разрешению. Какую? Оказывается, что она может достигать 30-35%. Иначе говоря, старый объектив пленочный дает на полностью открытой диафрагме меньшее на примерно 30% разрешения, чем современный Ноктилюкс. Это, так сказать, установленный факт. Более того, я это сделал и цветной, и сделал и черно-белой камерой. Так что же оказалось? А оказалась очень интересная вещь. Оказывается, в лейке, видимо, и в матрице, и в программе прошиты, учтены вот эти изменения неосвещенности углов. Именно поэтому на камере Sony четвертой модели у меня углы сильно затемнены, как видите. А вот на монохромных снимках намного меньше. То есть это явно исправляется и матрично, и программно. Ну, интересно же посмотреть на самую любимую диафрагму для Ноктилюкса 5,6, которая как раз лучше всего раскрывает объективы. Оказывается, что все хорошо, и разница достигает 35%. То есть по всем использованным цветным мирам старый объектив проигрывает новому. И проигрывает значительно. Что, собственно говоря, вы видите на экране. То есть если выбирать, то, конечно, надо выбирать современный, потому что он явно лучше сделан, и там использованы более точные расчеты. Таким образом, если мы посмотрим на эти объективы, то еще выяснится одна интересная закономерность. Они по-разному реагируют на закрытие диафрагмы. Чтобы добиться оптимизации изображения сверхсветосильного, на старом объективе надо щелкнуть два раза. То есть дойти до диафрагмы 2. А на этом всего лишь один раз. То есть до диафрагмы 1,4. Это большая разница. И очень заметная. Что раскрывает возможности этой оптики и дает вам в руки новые инструменты. Но могу всех успокоить. Не надо отчаиваться и охотиться за самым новым объективом. Дело в том, что и старые хорошо работают, особенно при портретной съемке. Вот полюбуйтесь на портрет молодой девушки и снятые два черно-белых кадра. Как вы видите, разница интересует только гурманов. Светописи и портретной съемки. Поскольку у современного объектива и яркость, и разрешение. И тонны передачи намного лучше. Ну а так, уважаемые господа, если не сравнивать между собой эти объективы, то любой из них может составить честь любому профессиональному фотографу. На этом я с вами прощаюсь и рекомендую, если получится такая возможность, попытаться поэкспериментировать с этими уникальными оптическими конструкциями. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok